всем привет мои дорогие привет у нас сегодня с вами блестящий эфир блестящий эфир это я подготавливаешь декорации вот эфир у нас будет по новым базам с поталью под названием крипси бейс гель это просто что фантастически блестящие очень красивая поэтому сейчас будем все это наносить восхищаться любоваться и придумывать новый дизайн вы готовы давайте с обратной связью типа все нормально отлично все слышно видно и мы начинаем я почти все подготовила почти такие красивые типсики прозрачны для того чтобы все вам показать а может мы еще сделаем матовом цвете конечно обязательно сделаем матовом потому что мы же любим вельвет топ все отлично слышно если вдруг будут какие-то перебои прям бьем тревогу меня не слышно не видно и так далее вот возможно чего позже покажу своего ушатанное лицо но ушатанное в плане убитая в работе которая не успевает ничего нанести на нее просто вот вот он просто и возможно сегодня еще сделаем степпинг вот итак давайте сначала поговорим про эти прекрасные базы что это такое это у нас камуфлирующие базы это не цветные базы ребятки что у нас цветные базы вот это у нас цветная база ну здрасте приехали паучок это у нас цветная база что такое цветная база это база которая такая насыщенная плотная это не обращайте внимание просто на солнышке его фотографировала это я могу это я создавала красивый контент давайте откроем вот этот оттенок вот то есть эта база которая имеет оттенок прям такой плотный хорошим нанеси не плотный и так далее то есть таких оттенков у нас много ну третье пока с первого по 8 номер это у нас цветные базы они очень насыщенные и плотные все что у нас файбер база это камуфлирующая база вот новый файбер это камуфлирующие базы и вот эти базы они тоже больше камуфлирующий чие потому что они не имеют такого плотного оттенка и они очень воздушно нежно смотрятся и при этом еще в своем составе имеют поталь блестки такие очень очень крупные блестки вот видите это как раз я взял номер 01 и давайте поближе посмотрим так что хорошо светило и давайте посмотрим первый номер 01 у них название нет это просто а есть gold они туда смотрю до gold rose и и рис то есть цвет и риса открываем и смотрите база номер один это молочная база и в своем составе вот эта молочная база имеет вот красивый поталь стекло кто-то мне уже называл тоже как типа битое стекло конфетти все что угодно как угодно можно называть вот эти вкрапления вот кому как удобно но смотрится очень очень красиво на ноготочках по консистенции по вязкости средняя вязкость но опять-таки за счет того что в базе есть блестки естественно вязкость выше но это за счет блесток то есть не за счет самой основы базы за счет того что там есть блестки номер два очень нежненький оттенок розет розет розетта я сейчас в италии где-то оказалась или в испании открываем и видите тоже камуфлирующая легкая нежно-воздушная база она вот не молочная а розовая уже нежно-нежно-розовая и имеет в своем составе розового цвета голографические эти голографические да не голографии смотрите вот смотрите на вот эту письюшечку маленькую треугольничку видите это голографические блестки здесь просто смотрите еще раз покажу в голд они просто золотые да не надурить вас да они очень красивые такие золотые а здесь они прям голографически переливаются в разные цвета вот видно прямо видно видно сейчас я вот такой ой спасибо за сердечки смотрите хорошо видно как это все переливается но очень нежный потому что на виде не плотная сама основа и номер 03 ирис краски такого фиолетового оттенка это же база молочная как в первом случае но здесь у нас тоже голографические блёсточки наши голографическая поталь не поталь а больше и даже сказала знать он чуть пожёстче чем поталь очень похож на поталь я же многие сравнивают с битым стеклом что-то в есть поэтому можно и так и так называть паучок мне тебе вот куда деть а ну чё давайте уберу куда неспокойно маленький такой где-то же откуда-то же взялся она живи вот спасибо за сердечки мои хорошие спасибо сердечками или лучше работать потому что я понимаю что за экраном все живы все живы и здоровы не надеюсь давайте начнем с номера 01 как мы наносим нанеси не кстати очень легкий материал я уже работала этим материалом я уже делал выкладываю выкладывал материал на натуральный ноготочек работать просто нереально круто что с моей перчаткой перчаткой случилось все две секунды убирала сейчас осталось перчатки и куда-то влезла простите я вернулась так возьмем номер 01 и возьмем обязательно прозрачный типсик чтобы он было видно и понятно как мы наносим сначала изначально конечно наносим тонко вот таким образом а потом если сидеть накидывайте я вы знаете люблю когда мы работаем командой будем исполнять ваши идеи так интереснее но вы чё-то в последнее время вообще не общительный молчите больше но я уже привыкла так сейчас я уберу лишним чтобы лучше понимали что это и уже выкладываем от кутикулы капельку побольше и к торцу мы конечно же сводим на нет за счет того что тут очень много золотых вот этих вот блесточек потали золотой стеклашек оттенок кажется немного желтоватым хотя по факту тут белая база молочная точка смотрите вот я разговариваю болтаю держу виде ничего не растекается это конечно идеально переворачиваем берем тоненькую кисть линии арочку обязательно и разравниваем вот возможно будут случаи когда у вас где-то вот в не на торце больше да где латеральные валики где-то будет сильно выступать поэтому можете немного убрать с латеральных валиков большие блесточки тогда у вас все будет красиво не будет пузатеньких таких ноготочков вот и выравниваем они очень легко красиво ложатся поэтому не будет такого ощущения как будто затем навалилась и все криво косо и так далее главное выровнять вот смотрите я мало взяла так как типсик очень большой мы сейчас доложим материал потому что не хватило мне на торец типсик очень большой не может но может быть не может но может сейчас покажу бывают просто ситуации когда где-то очень много слышно господи как мне это раздражает это vpn конечно к сожалению все слышно меня это прям вообще не за когда это уже все наладится вот эти покрытие легло сейчас фокусируюсь сфокусируюсь вот это если вам не нравится где-то больше до легло блесточек и там где-то есть толщина можете просто взять аккуратно забавить или подпилить немного там какую-то часть например это очень быстро легко делается если есть желание то есть можно раз и немного убрать толщину но не обязательно типс это не ногти тут очень большая площадь на самом деле вот и давайте еще я положу пока подсушу вам потому что он очень мягенький видно не досох и возьмем еще один типсик и номер 02 крипсе номер 02 розетта это у нас розенький окиночек и наносим тоже на ногтевую пластину вот таким вот образом видно сразу уже голографический вот этот эффект просто тут мало но мы сейчас выложим побольше если ногти имеют хорошую свою архитектуру хорошую высоту то выкладывайте очень тоненько не сильно не бодяжки туда очень много материала потому что будет горбун и вот раз я немного отнесу из торца наверх вот этого опыта не было сейчас выкрасим может не надо было выкраской может надо вам сразу показать дизайн это я думаю но в принципе ничего страшного сейчас все сделаем да сейчас все сделаем дизайны тоже смотрите тут не то что вот так вот накрасить это для ленивых да грубо говоря для тех кто ничего больше не хочет вот так вот сделали быстренько и все и забыли вообще вот просто очень-очень красиво очень красиво носится вот кстати у нас сейчас здесь есть в эфире если не убежала девочка которой я делала этим этой базой и она там восторге просто все настолько нежно сейчас покажу каким оттенком мы делали вот сейчас напишешь что на восторге я надеюсь из за блесток база можно не просохнуть нет ребятки база может не просохнуть из-за не блесток тем более таких крупных а из-за пигментации то есть когда сильно пигментирован и может долго сохнуть но из-за базы от обычно молочная база то есть основа молочная база и естественно она просыхает очень хорошо тем более база denture прозрачная поэтому нет это не в этом проблема если у вас не просыхать материал скорее всего вас не мощная лампа или она уже знаете в любые лампы со временем они немного теряют свою мощность особенно лампы не ими я не буду по-другому назвать их но я просто работала разными это база райпер ребятки смотрите очень часто вы делите базы ну я понимаю это не ваш начинать все слышно вот многие люди делят на райберы стронги и так далее на самом деле вы должны понимать что есть базы жесткие мягкие этого достаточно русскими словами русскими слова мягкая база там жесткая база эластичная вязкая и так далее да если мы говорим про вязкую базу вязкую эластичную это база в которых есть каучук еще назад каучуками кто-то да но каучук есть во всех вязких базах вы если принюхаетесь там прям пахнет резиной это каучук и есть вот где-то еще есть силикон и силиконовые базы где-то уже добавлять даже силикон то есть есть силиконовые базы но по факту это тоже самое что силикон что каучук это ну разные виды резины скажем так да вот я сейчас не углубляюсь физику химию во все остальное я говорю человеческим языком как это есть поэтому делить на райберы и стронги и все остальное я не вижу смысла если мы говорим про эми например да я вам к примеру приведу именно вот в компании да ну то есть материалами которым я работаю уже семь лет я лично сейчас возьму и покажу вам у нас есть база у нас медиум база вот у нас есть обычная база вот она жесткая она самая жесткая если мы берем именно базу эта система именно базовая то есть легко не легкосъемная съемная то есть мы можем размочить снять это база это дышащий грубо говоря материал в каком плане в том что когда он полимеризуется в нем остаются вот эти отверстия через которые выходит по пар дым нет выходит влага лишняя испаряется то есть это базы и они за счет того что не плотно имеют молекулярную такую систему что они друг другу вот так вот полимеры собираются очень плотно друг другу и нет просвета и не проникает жидкость они имеют такие пустоты в которой проникает жидкость для снятия гейл лака и они размачиваются если мы говорим про обычную базу я ее обожаю использовать как подложку я с вами смотрите говорю как мастер который этим всем пользуется вы должны понимать что это опыт я 14 лет занимаюсь манедёром и опыта поверьте очень много вот она жидкая вот ей можно укреплять ноготочки как мои они у меня очень арочной очень высокий высокий апекс поэтому я всегда укрепляю вот этой базы и вот она очень жесткая и очень хорошо носится на ноготочках но за счет того что нельзя делать большое укрепление до наваливать много естественно ногти которые хрупкие которые постоянно где-то ими бьются трутся и так далее да вот эти ноготочки не будет хуже носиться так как и знаете очень мягкие которые так вот во все стороны ходят они конечно носиться будет хуже вот если мы говорим про базы более эластичные они уже в своем составе имеют каучук и имеют среднюю вязкость то есть чем больше каучука тем больше вязкость и вот база медь максимум зила подождите медиум это средняя вязкость то есть медиум медиум среди середина да то есть обычные названия как бы ну для меня лично мне так удобнее работать а там конечно как кому я этот база имеет среднюю вязкость и можно хорошую архитектуру выстраивать и работать спокойно это вот для всех мастеров самая идеальная база именно для укрепления причем потому что она не течет она очень хорошо моделируется сама моделируется и очень быстро удобно ею работать также она прекрасно стоит на ногтях там четыре недели три-четыре недели кто-то ходит и пять ну такие мы страсти рассказывать не будем три-четыре недели да и она более эластичная то есть она имеет такие свойства на гнется вместе с ноготочком эта база тоже но если много выложить она будет пожестче вот есть база макси как я использую эту базу крепим стразы стразы носятся вообще просто огонь пушка вы там не отлетает вообще никак но она очень густая и есть клиенты которые мастера которые любят работать густым базами вот такими но в основном это новички если вы только пришли в профессию и вам тяжело работать с базой средней вязкости тем более жидкой возьмите макси потренируйтесь так как она очень долго моделируется самовыравнивается вы сможете придать ту архитектуру которая вам нужна вас никто никуда не утечет единственная опасность таких баз чем больше вязкость базы тем толще к сожалению выкладывается если ноготочки сами по себе очень объемные такие высокие грифозные то такие базы надо быть осторожнее можно выложить лишнюю толщину понятно напишите понятно или непонятно как я говорю быстро и может быть непонятно вот я не химик и поэтому где-то возможно я могу ошибаться но это опять-таки мой опыт до который вот у меня есть да я говорю делюсь опытом но вы там напишите все таки вы слушаете меня или нет так наносим 03 все понятно все спасибо большое вот такие вопросы у вас возникают по поводу материала задавать я буду по ходу рассказывать потому что я знаю что очень многим это но есть вопросы очень часто возникают вопросы на которые очень тяжело найти ответ спасибо любимые спасибо вот обратная связь это прям дорогого стоит наше время правда 03 у нас фиолетовый такой оттенок красивый даже сиреневый я не знаю сиреневый даже больше смотрите вот такие большие пипки они могут где-то выдавать высоту но не всегда то есть это все можно аккуратно очень понятно непонятно ну и не без этого конечно можете написать мне в инстаграм на личную страничку я вам тащущим голосовом проговорю когда будет свободно вот хотя фарисбеку я думаю это не надо а может и надо кто его знает сейчас мужчин нашей профессии очень много вот у меня когда вот эти базы ко мне пришли у меня сразу такие идеи прикольные появились не просто вот такие вот выложил красивые пошел нет не не ленивый вариант ленивых ногтей именно вариант красивый яркий и причем на ярких оттенках знаете какой сейчас покажу знаете сейчас очень модно делать яркий какой-то оттенок вниз положить при укреплении этой базы нужна подложка из жидкой базы знаете как я вам честно опять-таки скажу я могу сказать нет я могу сказать да но дело не в этом вы должны всегда тестировать все как бы там оно ни было мы то ну все всегда титул любой любая компания любую любые материалы всегда тестируются да то есть это не тоже раз и выпустили не не протестив нет все тестируется и без базы из базы с подложкой но очень важно понимать что мы все живем в разных условиях я живу в поселке я лично и ко мне естественно приходят в основном женщины девушки но в основном женщины которые имеют сады и огороды и естественно и желательно положить подложку из вот этой базы тем самым вы это не навредите клиенту но вы подстрахуйтесь перестрахуйтесь вы будете понимать что да он относит этот материал идеально от звоночка до звоночка если ваш клиент вы знаете что она носит все вот у меня есть такие клиенты которые носят все вообще хоть без подложки хоть без ультрабонда ложи просто ставь он будет носить там четыре недели стабильно тогда вы можете ложить без поэтому вы должны в первую очередь понимать индивидуальный подход каждому клиенту вот есть у вас 20 клиентов и каждому абсолютно должен найти индивидуальный свой личный подход потому что люди разные абсолютно образ жизни у всех разный кто-то там нету сада огорода но есть маленькие дети как за которым постоянно надо убирать и постоянно руки мокрые даже если они в перчатках они потеют и вы должны уже ориентироваться по своему клиенту поэтому я всегда девочки мои мальчики если есть всегда рекомендую пожалуйста к имейте все в своем кабинете пусть это будут маленькие объемы до чтобы например чем вы редко пользуетесь тоже макси возьмите маленького объема например или медиум неважно но у вас должны быть все материалы потому что люди приходят разные где-то мы укрепляем шелком файберглассом где-то мы укрепляем акригелем да и опять-таки у кого-то акригель будет хорошо стоять а у кого-то у файбергласс все вы должны уже понимать что вот для этого клиента у меня вот это работать одним материалом типа я вот одни буду работать и все будет хорошо это может и будет хорошо но понимаете когда у вас будет индивидуальный подход каждому клиенту этот самый большой большой такой ключик большому замку клиентов дело дверь открывать а там толпа клиентов ваша потому что все мы любим когда над нами когда вот на все вот любимый чаёчек заварить любимых гель достать и так далее еще вот перчатки они носили ну вы носите я не ношу и хрен его знает я тоже их особо не ношу вот так снял например я не любят эти хозяйственные большие перчатки но я не могу в них ходить я обычно все делаю в таких перчатках вот я эфир отвела чтобы их не выкидывать это не работаю с клиентами я иду и в них мыть но это же ребенок подбежал там бутерброд захотел я сняла я еще обратно надену я вас умоляю я их кинула и пошла дальше поэтому и тут главное понимаете не ругать клиентов потому что мы что уже такие клиенты и мы тоже где-то ведем себя немного безалаберно да и где-то мы не ценим труд других мастеров которые с нами работают да и тут не ругаться надо а понимать но сняла бросил перчатки ну блин ну понимаете люська я сама такая все это вообще будет супер чтобы вот этого не было я же тебе говорила перчаток спать ты должна это действительно некомфортно даже тоже не заставишь грубо говоря вот такие посмотрите какие красивые оттенки просто просто ведь у нас 020 3 они более нежные а 01 прям такой молочный молочный так поехали дальше шо там надумала шо надумала что-то надумала затем какое я надумала с ярким оттенком 052 вот таки спасибо за сердечки мои пупсики спасибо ведь у меня уже синих перчаток нет ирочка здравствуйте какую лучше подложку сделайте жесткой или пластичной базу вот делайте вот она база просто самая лучшая подложка под гель под базу вообще просто что хотите куда я ее дело кушках но я ж не уходила никуда а вот все нашла вот вас гель она жидкая хорошо проникает ногтевую пластину и вот вы ее возьмете нанесете если у вас мало клиента возьмите шестерку если достаточно девятку вы долго будете пользоваться потому что вы наносите тонко и она за счет своей жидко то что она жидкая да она еще нагревается еще жиже становится она лучше проникает и дает лучшую сцепку прямо здесь у нее шикарная пупсики мои если я очень быстро говорю вы мне напишите потому что у меня к сожалению так меня если завели уже все уже не остановишь поэтому вы это тормозить меня типа угомонись остановись тогда я буду чуть-чуть медленнее разговаривать как мы работаем с в этой технике мы наносим небольшое укрепление из базы небольшое можно делать из вот именно жидкой базы показать наверное небольшое укрепление просто вы чуть-чуть добавлять маленькую капельку переворачивайте на 3 секунды кладете в лампу чтобы не было большой толщины что такое все красивый да цвет шикарно это 052 джунгли по моему когда-то не на занят green absent зеленый absent absent было зеленым вот почему я не пью вот я обзнала бывает он зеленым или нет так и возьмем оттенок какой тоди фиолетовый фиолетовый сочный до ночи подождите мы нанесем два слоя зачем нам один чтобы он был прям такой ядреный я его обожаю этот этот оттенок это просто нечто он по моему идет кстати в хит не он в упаковочке я взяла хит не он это по моему оттуда и вот я не нарадуюсь потому что все оттенки которыми неоновые нужны они там есть и вот они меня в коробке иногда вот мне просто 2 1 я распотрошила коробку а вторая прям в коробке она лежит очень удобно когда я эти найти не могу а для меня это просто спокойно вообще ничего не нахожу меня всегда я люблю работать в хаосе когда у меня все раскидано я когда все собираю потому что я могу найти у меня сестра приходит всегда и она говорит ягод поняла уже я когда тут учеток у тебя убирают и психуешь потому что найти не можешь я говорю не могу вот ну не могу мне надо чтобы все было на виду видите какой у меня бриллиант есть есть вопросики задавайте что я не просто купила только это штучку крутила отвечала вам на вопросики и мы берем и сначала тоненько естественно вы понимаете что можно и так оставить вот почему я вам хотела показать что криспи можно использовать не просто как базу вы можете использовать вообще как покрытие даже просто тонко нанести и потом просто укрепить да что у меня сегодня столько живности я не понимаю у нас бешеный какой-то год вот и сделать уже небольшое укрепление небольшого я сильно-сильно-сильно такое жирненькое не делаем потому что там и так слой будет и вы сможете до выровнять все топом потом то есть если у вас блесток например у таких нет и вы их нигде не можете найти вы можете таким образом воспользоваться вот такой идеей неоновый наста наш становится более нежным и это очень красиво сейчас вы скажете зачем ты красила ты красила так ярко есть все потом но это такой вид дизайна вот немного еще укрепим и очень нежно смотрится очень красивый вид дизайна сейчас попробуем даже это все сделать в матовом оттенке в матовом под матовым топом подадим это все под матовым соусом это блюдо так и приклеим что-нибудь опять-таки сюда можно все-таки прибабахать что-то черно-белое чтобы немного убрать вот эту яркость да и блестки такое количество блесток или можно сюда приклеить фрукты и что-то яркое то есть смотрите сами то что вот вам больше всего я люблю надписи я прям обожаю их потому что они как-то все равно убирают лишнюю наляпистость аляпистость и получается очень очень интересно может что-то из морской темы кстати смотрите опять-таки есть нас будет многослойный дизайн тут пузырек мне бесит и вот сейчас я накосячу так сушу пока у нас сохнет я подумаю что мы можем сделать вот можно стык бахнуть вообще прям красиво какой-нибудь интересный можно 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 что нам морскую тему море же скоро моря все будет уже на моя больше скажу пока мы тут сидим жаримся кто-то уже жарится на солнышке вот можно что-то вот из вот этой темы взять что-то с черепах или 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 раздолбила эту капсулу теперь найти бы надо такой остальные части расчленила конкретно яркого такой цветной можно начата цветного мне не хочется я позвала знаете что или можем мультяшек не зря не минут лежат на меня смотрят покажите пожалуйста короче какие там еще коробочку чего давайте стемпинг давайте стемпинг давайте стемпинг так 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 сейчас еще чуть подсушим стемпинг что мы можем сделать и стемпинг а нашла эти ладно уже не надо так где-то у меня еще пластин интересно ничего надо надо будет стена сейчас солнышке мальчик видите пункт возьмем вот этот дизайн наверное вот так хорошенечко попробуем по крайней мере не знаю главное тут работать быстро а я в эфире работаю медленно белый посланчик фотофон наш не испортить так высыхать берем черный цвет либо получилась вытираем 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 так и где у нас так 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 вот что-то не хотела стемпинг не подготовила все но сейчас мы быстро все это сделаем где-то я здесь скребок видео а вот наш там кстати большой час я честно затем частью в чем проблему тем честно скажу я куда-то потеряла а вот жидкость для снятия гей-лака от эми и вместе стоит какая какой-то ацетон непонятный вообще не убирает вот у эми все шикарно убирать просто за секунды лучше чем у эми вообще нет вот этих средств для снятия гей-лака это просто моментально все убирается крик души так привет 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 потрусим еще немного черный и работаем быстро главное работать быстро так где на паточек все там так берем черненький наносим вышкребываем все это дело сразу переносим на штамп идеалити просто просто идеально так берем быстро надо работать быстро надо работать поэтому других вариантов нет я не за счет вообще еще и так люблю делать но не всегда это получается и переносим на ноготочек главное работать быстро ну как сказать не знаю как то очень очень много до всего ладно пока сейчас оставим и подумаем оставлять так или нет и давайте возьмем еще один вариант такой интересный который мне нравится мы можем сделать как мы можем использовать наши крипси крипси пока мы подумаем вообще оставлять такой вариант или нет но это интересно смотрится ну не знаю не очень много я думала будет чуть-чуть пореже но нет очень мелких много день много всего то есть можно было под нам присединить прилепить и было бы красиво так наносим яркий какой-то же оттенок неважно любой да давайте возьмем желтый не прощет под рукой желтый наносим желтенький беремся сушим минутку эту я пока уберу потому что тренироваться в чем-то по нижней хочется все таки сейчас надписи да какие нибудь спокойно приклеить такие интересные что некрасивая вызывающие уши так все очень ярко ярко не хочется больше ничего сильно вот сюда сейчас перекроем топом стеклос переворачиваем я сейчас не буду выкладывать укрепляющий слой и так далее я думаю там в этом смысле нет перчатки уже все испоганила сушим и для этого дизайна так 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 сейчас покажу вам сейчас пока поставлю так чтобы вы видели что тут из-за этого можно использовать вот так 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 сейчас высохнет и то и то раз minersка вот так и то пусть стоит да так лучше вот вот влезло уже типсик еще один возьмите сразу можно другой цвет нанести на этот типсик чтоб время не терять а можете база укладывать под монофаз есть ногти длинные да можно можно вот очень тоже красиво на желтенький высох тут уже мы возьмем сделаем немного с растяжкой то есть я сейчас возьму оттенок 01 видео на золото наши и положу оттенок этот на зону кутикулы можно на торец как хотите так растягиваете принципе это уже как вам комфортнее будет и все это растягиваем кистью амбре или любой другой кистью которая у вас есть есть амбре можно и овалами свойствами рамбре под рукой нет просто аккуратно кисть просто амбре он растягивает очень очень красиво прям сильно вверху не оставлять много молочного нужно растушевать все таки чтобы было нежно очень красиво получается сушим и тут руки тянутся к чему-то нежному и к чему-то фруктовому сделаем чуть фруктовым и что-то тут у меня перед глазами лежит паутинка наша сейчас возьму паутинку она в убитом состоянии не обращайте внимание потому что сколько их не покупать все равно не в таком состоянии это уже не отнять понимаете это уже все паутинка она вымазывается и вообще лучше не работать тогда чтоб не вымазываться и паутинку мы выкладываем не как-нибудь а вот берем прям и швыряем на ноготочек прям растягивать вот сильная на каков и вот просто вот вот таким образом немного лучше это делать когда вы вытерли уже слой липки вытерли правильно сказал почему потому что он тогда не будет растягиваться некрасиво вот так прям не будет растягивать вот этот вариант мне тоже нравится знаете тоже было бы взять и что-нибудь такое без башни приклеить но нет мы возьмем сейчас фруктик какой-нибудь красивенький который нам подходит здесь из бахнем конечно же его водичка 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 а пока мы нанесем слайдер топ наносим топ слайдер тонко очень тонко желательно приносить и так красиво если вы сделаете клиенту и скрипсе и например и желтенький один будет очень нежно смотреться по времени успеваем успеваем 30 секунд пока у нас размачивать наш наш манга и к мангу мы бы могли добавить еще чего-нибудь да а чего можно добавить можно добавить вот этих вот красивых вот зелененьких фруктиков или овощи то я не знаю на на вкус это овощ на вид красивый красивая звездочка в разрезе мне кажется того не больше чем фрукт это как с матом с этим с авокадо понимаете это вот фрукта на вкус это очень вкусный овощ сейчас еще большую отрежем нужно и третит это большого нет очень маленькие такие а вот и большую нашелся раскладываю таким образом на ватку и вот этот я бы убрала потому что сейчас буду опечатывать ну грубо говоря на штамп контролисть нашли место куда мы хотим это приклеить мы хотим это приклеить не вверх тормашками эти очень хорошо видно через 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 все видно и сейчас я уберу просто в куче они тогда все все отпечатаются и берем таким образом распределяем наши овощи или может все-таки фрукт наносим тут ультрабонд растворяем ультрабондом пленочку я хочу сделать три дизайна хотя бы успеть сделать поэтому возьмем nail prep nail prep тоже растворяет растворили две секунды дуем подули поправлю и наносим 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 где наш топ теклос потому что здесь будет еще маленькая надпись и все сушим одну минуту пока у нас сохнет вот этот красивый фруктик мы возьмем сейчас и вот и возьмем мы сейчас еще один оттенок мы тут взяли номер 03 потом 01 и сейчас 02 использовать надо 02 мы можем использовать как мы можем взять красивый какой-нибудь розовый оттенок можно нежный например взять номер 378 сейчас подождите если он розовый не розовый нет надо нежный розовый тогда возьмем 61 из коллекции что-то клоза ту натур а вот такой наносим на ноготочек делаем полное перекрытие и сейчас быстренько по постараюсь вам показать еще один дизайн все таки интересно сейчас вот тоже в голову пришел сушим смотрите одного слоя достаточно прошла сверху будет естественно другой еще куда-то сверху еще будет другой дизайн другой гель сверху наноситься поэтому все это нивелируется так сюда мы добавим 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 знаете что добавим надпись которую мы сейчас по любому должны найти нет 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 так у нас хоть и не game over но почти уже наш эфир почти у нас уже game over еще чуть-чуть немного зайдем на фруктик немного и сделаем этот один мат давайте матовым нет давайте я подожду что вы напишите матовый или глянцевый сделать этот фрукт они конечно глянцевый тоже очень ярко нежно смотрится на матовый тоже или вообще сегодня здесь поработать чисто за глянцем потому что чем постоянно матовый матовый интересно так берем нежно-розовенький а вы пока пишите хорошо берем номер 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 02 и у таким образом наносим прямо на всю ногтевую пластину не укреплением ничего просто тут таким образом просто наносите как гей-лак обычный пока пишите пишите и сюда мы бахнем бабах цветочек красивый нежный возможно цветочек или веточку или вот и еще один вариант еще один вариант сейчас дай бог мне найти типсик такой же заканчиваются заказала очень много здесь на долго хватит а то это все так быстро правда уходит что мы можем сделать я сейчас хочу взять голубой оттенок и сделать что-то морское для этого давайте возьмем фиолетовый оттенок и мы просто берем вот этим фиолетовым и наносим на всю ногтевую пластину на прозрачную на уже готовы то есть вы уже смоделировали ее лаком гелем неважно там молочным например да смолочный ноготочек желательно вот блесточки поднять наверх где у нас будет открытая зона френд зона можно так можно потом отдельно выкладывать смотрите сами как вам комфортно я сделаю так посмотрим как лучше будет и что у нас тут у нас база да сюда чтобы приклеить цветочек мы берем слайдер топ тонко наносим тоненько прям лучше тоненько чем тоньше нанесем тем лучше будет такая нежнятинка у нас будет поэтому еще сделаем цветочек сушим 30 секунд вот у нас уже все высохло и здесь мы сейчас возьмем какой красивый голубой оттенок давайте возьмем сейчас сначала открыть это он это фиолетовый хотя может что-то морское хочется да сейчас посмотрим давайте возьмем такой красивый голубой оттенок и его как раз таки уже можно наносить как-то вот таким образом и чтобы потом с тоненькой кисточкой не бегать там не выкладывать это все ну поняли да слишком жирно не наносим вот не выкладывать то у вас уже получается блесточки есть там где надо они есть сушим и здесь мы не замочили мы не отрезали даже дамы сейчас возьмем наверное вот такую большую веточку сакура вот эту веточку сакура это nail dress цветы номер я отрезала номер не вижу это не был сейчас я отрежу замачиваем то штука мне все липнет сегодня так и сюда тоже нанесем слайдер топ потому что у нас тоже будут тут слайдеры тоненько она немного с укреплением если хотите слайдер топ можно наносить как как в вашей душе угодно здесь немного впадинка вот этому нивелируйте таким образом слайдер топ так как много туда вложила материалного много не выкладывать так все понятно все меня слышно видно от вас что-то маловато стало думаю все нормально или не нормально так и возьмем наш цветочек и приклеим его на вот вам видно в принципе да все таким образом на всю ногтевую пластину так обработаем пленочку растворим сейчас возьмем можно ультрабонд вообще лучше ультрабондом просто вообще не то что лучше и тем и тем можно и наносим опять помните даму слайдер топ потом уже спасибо за сердечко здесь все будет спокойно . так просто . ничего там такого сверх естественно если потом можно если что цветочки еще беленьким белый беленькая импаста выделить в московой технике но у нас на это время не хватит поэтому здесь мы сейчас разберемся что мы будем тут делать что-то будет у нас связано наверное цветное все будет вот я бы хотела вот этот маяк вот он так нравится красивый такой очень маяк и надпись какую-нибудь и все мы все успели сделать ой спасибо спасибо за сердечки и тут наносим мы топ вельвет тоненько красивенько наносим и посмотрим у нас будет два тогда дизайна матовых и два пляд заодно пока у нас матовый в руках там уж вы так и не сделали нашим манго то есть купив вот эту базу вы себя обеспечиваете тремя оттенками базы и тремя оттенками гирю лака для дизайнов это же вообще супер не западок правда получил двух можно разойтись конкретно маячок у нас будет красивый и вот где мой слайдер и надписи вот они да и смотрим на матовые ноготочки какие у нас получились красивые боже мой вопрос посмотрите давайте вот так увеличиваю поймете что блеск то он остался то есть он есть но такой красивый ненавязчиво но увидите как он переливается даже под матовым топом то же самое с нашим вот этим вот розовеньким голографическим то даже голографический эффект немного сохраняется не сильно но все равно есть где-то там прям где лег блесток красиво он прям сохранять вот эти цветочки можете московой техникой выделить импастой белой будет красиво тоже вот сейчас это знаете не такая подставочка есть сейчас уберем вот эти типики и сюда вот так выставим так вам будет виднее и ой подождите у нас еще наш маяк и к маяку мы сейчас вот так приделаем вот такую надпись красиво ну это будет такой нежный нежный дизайн все это ничего лишнего больше сюда не надо давайте остановимся и так тяжело останавливаюсь на надо смотрите тоже наносим слайдер топ на давайте время не терять а типа мы нанесли тип у нас слайдер топ нанесен и наносим топ вельвет какой вельвет не вельвет ё-моё ну что ты нет ладно сейчас вельвет нанесем сверху я уже стирать не буду это сотру вместе со всеми декорациями вот мы сейчас нанесем топ все понесло жарко жарко уже все спасительные а может мы оставим матовым почему бы нет пусть у нас один будет глянцевый что тут такого прям смеетесь надо мной супер ось спасибо нравится вам напишите пожалуйста ваши эмоции по этому всему поводу я с психану это сделаю матом да мне нравится матовый когда бликов не видно очень красиво понимаете понимаете это очень красиво так разозлили папу ты сюда вот таким образом у нас получается матовый же можно еще сделать глянцевыми вообще не проблема но оставляем матовый или где-то сделать глянец сами вот скажите мне или пока оставим матовые пока там сохнет все мне нравится вам тоже нравится можно два сделать все-таки глянцево у нас есть две минуты сейчас сделаем нам терять нечего давайте лучше два будет блестеть у нас красиво два оттенка будет очень красиво блестеть и вот этот зелененький все-таки пусть будет два все-таки блестящих толщины так нормально уже много никогда бы не сломался на любом клиенте наносился бы просто шикарно и все итак мы сегодня работали до зеленый гляньте согласно лучше гляньте потому сейчас два сделаем с глянцем и будет так мы сегодня поработали вот этими базами плюс конечно мы еще взяли оттенок 361 из коллекции и клозата натур по моему нет дождите сейчас открою да вот оттенок 365 из мой импульса и оттенок 052 и желтый еще в а импульс подождите вот у нас мой импульс 370 сделаем таким образом что вам видно было и вот такой зелененький вот этим все мы поработали плюс у нас были вот эти декорации все это пропишем обязательно вот эти написи были и еще что-то было точно где-то были цветочки и вот такие дизайны мы сегодня с вами сделали и так как вам эфир все понравилось все вы поняли все посмотрели у нас получилось все всем пока пока до новых встреч спасибо за шикарный эфир пока пока